друзья всех приветствую назрела такая тема подбор тональности под гормона под голос гармонисту можно сделать можно выбрать гармонь но часто потом приходится менять то ли в процессе совершенствования вокальных данных то ли в процессе трансформации в общем общих навыков и пониманий но в общем это так абстрактно на самом деле вот по опыту и я сам сменил тональности за всю практику гармоний штук 78 а по сути как говорится нечего на зелк из на зеркало пенять если рожей не вышел вот что я хочу сказать голос нужно тренировать совершенствовать но как не совершенствую голос а нет все таки тут тоже не все так однозначно все таки есть вокалисты я убежден которым который любую песню споет в любой тональности но это уже уровень такой гармонисты которые на этом уровне уж извините попрошу покинуть зал вам это будет не интересно а вот допустим для начинающих или кому-то от природы хорошо дан голос такой просто немножко все все можно совершенствовать корректировать развивать нет предела совершенства так вот суть в чем суть хорошо было бы каждому гармонисту это я сейчас к этому пришел ну в принципе я как как я могу к этому прийти у меня гармонии то 20 30 50 я всегда могу взять разные тональности но я представил себя в другом положении в положении человека который учится который играет который хочет чтобы у него все песни получались нормально и все-таки вывод какой две тональности две гармошки у гармониста должно быть две гармонии чтобы он себе ни в чем не отказывал ни в каких песнях потому что есть песни пониже как бы повыше я сейчас процессе немножко это все они немножко постараюсь как можно шире раскрыть тему показать примеры показать таблицы в общем все все что с этим связано так вот грубо говоря если меня смотрят гитаристы я сейчас покажу наглядно кому не нравится смотреть слушать гитару на канале про гармонь можете промотать дальше будет гармонь но смотрите гитаристы играют ну опять же там тональности их 12 а у нас будет две основных тональности с помощью которых мы покроем максимальное количество песен вот значит смотрите есть тональности кто допустим ми минор она же если поговорим на гармошечном языке соль мажор сми минор играют это пониже письма вот либо с ля минор по гармошечному это у нас до мажор все вот они две основные тональности на гитаре остальные тональности там уже идут баррел и все смещения заморочки это все тоже решается но в принципе это уже отдельная тема так видео получится длинным набираемся терпения садимся поудобнее берем ручки бумажки можно скриншоты экрана делать кто умеет в основном у меня публика чуть постарше не все умеют эти все тонкости поэтому ручки бумажки можно записывать значит смотрите это показал на гитаре теперь если то же самое взять на гармошке две гармошки 1 соль мажор но это я имею ввиду не каждому подойдет кто-то себе подбирает допустим основную гармонь допустим в лиа мажор кто-то себе основную гармонь подбирает в дом ажор будем отталкиваться от основной гармонии вот кто-то выбрал себе основную гармонии основную тональность допустим опять же вернемся к стандарту к базе допустим столь мажор удобно соль мажор но некоторые песни на соль-мажор ему низковато поэтому вторая гармонь должна быть в до мажоре так сейчас покажу табличку вот так вот на экран либо скриншот делайте либо паузу жмите переписывайте и потом я покажу как с ней работать относительно относительно этих двух тональностей значит смотрим так показываю во первых эта табличка у нас показывает параллельные тональности но уйдите внизу минор вверху мажор теперь смотрите если у нас допустим соль гармонь то вторую как определить вторую гармонь вам для вас считаем вперед 5 допустим раз-два-три-четыре-пять вот она да ну то есть как по кругу вот допустим вы выбрали для себя гармонь для основную вторая гармонь будет отлично смотрите раз-два-три-четыре-пять это будет р-ре-мажор р-мажорной гармонь но есть еще одна тонкость один момент не принципиально вот прям один в один допустим у меня она у меня идет и соль иногда но соль нет уже низковатым хотя нормально на некоторых песнях или а то есть плюс-минус там одна тональность допустим выбрал я себе для для мажорную основную вот у меня основная ли а мажор если от нее 5 посчитать вперед я только что вам показал это будет р-мажор но я беру мир и а беру до мажор ту же самую до мажор плюс-минус она мне подходит то есть отлично можно просто взять за основу этот отсчет но знаете вам может попасть допустим отчитайте от своей тональности допустим вам попадет допустим тональность до р-р-р допустим дары также но вы можете а р-р мажор редкая тональность редкая дорогая в основном заказные это тональности заказные гармонии в этой тональности делают поэтому вы берете не заморачиваетесь ищите на полтона ниже до диез до диеза вот так это тульские гармошки базовые тональности до диеза полтона могут конечно сыграть роль иногда бывает но зачастую нет или то ну да тоже нет редко реже чем реже чем до диеза вот такой принцип так надеюсь ничего не забыл но если по этой таблице поясните а уже предвижу будет будет много вопросов вверху мажор вверху мажор допустим вот если гармонь смотрите если гармонь у вас к примеру а допустим вот в посередине что у нас фа мажор то в миноре это ре все это табличка можно многим может помочь вот это вот определить гармонисты называют в мажоре вот поэтому я очень часто уточняю когда мне предлагают гармонь или спрашивают я допустим говорят мне нужна гармонь в ре я спрашиваю в ре мажоре или в ре миноре уточняю потому что чтобы есть если перепутать то тут может получиться казус такой нем немалый немало это разница большая поэтому это дело нужно знать могу еще пояснить тоже очень такое видео объемная получается могу еще пояснить так здесь плохо видно здесь плохо видно значит смотрите в таблице ля мажор а под ним фа диез это значит фа диез минор то есть это же гармонь она в ля мажоре и она же фа диез миноре почему потому что мажорный ряд вот здесь это будет вот это да в нотах и указываются но ты все в домажоре для гармошки пишутся но и так как это гармонь в ля мажоре боюсь что сейчас многие начнут путаться но я стараюсь максимально доступным человеческим языком объяснять конечно конечно как у всех остальных видео своих значит вот это в нотах это будет до но по факту по тюнеру это будет ля это значит это гармонь для мажор опять же я сейчас дам ссылочку как определить тональность гармонии там вам тоже будет по этой теме подсказка так хочу я сюда показываю здесь короче где-то подсказка будет верху где-то выскочит так она же фа диез миноре это значит у нас вот этот минорный ряд тоника тоника это основной аккорд она будет у нас фа диез минор все вот такой момент так теперь возвращаемся к нашим бараном по двум тональностям почему я еще раз упомянул что две тональности по этим я уже показал как по таблице ориентироваться теперь на практике допустим у меня для мажорная гармошка основная вот на ней у меня допустим четыре песни ну это я сейчас подготовил такие для образца чтобы показать вот допустим четыре песни небо славян кинчево 30 лет сектор газа туманы барских и просвистела ддт специально разноплановые выбрал для разнообразия чтобы вот и что хочу показать вот допустим они у меня идут в ля-мажоре хорошо но есть следующий список бабам вот он список она не вышла замуж чижа кукла колдуна киш король и шут батарейка а я уже забыл жуки жуки так о ее чай вот допустим я вот эти четыре песни хочу спеть на ля-мажорик представим что у меня гармошек больше нет без без припевов без проигрышей звезда под дорога за низ прозрев землой тканей над землей тихо льется покой а нас впереди на пыр святых облаков сей соколиная мы здесь под погром небес мы погибли нас точек стена перед нас над темно на зубном мы в наших верах кипит и послови на вечерский приплата для мы это наша земля все это мы ну в общем это так для образца в общем поверьте значит эти четыре песни 30 лет туманы просвистела ля-мажори хорошо у меня идут все нормально по таблице считаем вперед пять получается Ре-мажор но Ре-мажор у меня нет это не страшно я беру до мажор и вот эти а да эти песни я хотел показать вот допустим кукла колдуна она не вышла замуж батарейка давайте с батарейки вот к примеру за хором на короче низко получать усилился сто кран блин аккорды забыл хором на ля-мажор на ля-мажор все говорит о подхорке что ни ки-а-а-а видите я ну мне низковато низковато теперь это ля-мажор да а теперь она не вышла замуж за хромовый время она не вышла замуж за седого араба ее не печали ни чикаго не берут ни хорной а она она ладно так дальше смотрим начку на полтуна а 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 низковато а берем домажорную гармошечку и то же самое начнем с куклы колтуна а 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 Ну, в общем, повыше, поярче. Может быть, я сейчас немножечко, да, чё там немножечко, неделю, наверное, не пел, ничего. Не давали дела. А так, в принципе, отлично. Ну, допустим, батарейка. На той низко было, сейчас до мажори. Вот видите, поярче, ярче, громче получается. Не то, что на ля-мажор. Вот. Опять же, не критично. Можно и под ту подстроиться, но тут уже как бы вокальные данные у кого какие. Вот я объясняю со своей точки зрения, со своего уровня, опыта и мастерства, в кавычках может быть. Но, что знаю, то и рассказываю. Как всегда, впрочем. Вот. От своего опыта отталкиваюсь. Поехали. От старых друзей, без ночи нет грустно. А на душе развежих газет пусто. Бед не свежий, невелика потихо. Замил сосед, ну и так далее. В общем, поняли, да? В общем, как, ну, надеюсь, слышно. Надеюсь, понятно, что поярче, погромче. Громче это не то выражение. Громче-то орать мы все можем. Но главное же не орать, а петь. Во всяком случае, знаете, вот, допустим, может быть это сильно незаметно. Но, для слушателя. Но для меня, как для певца. Очень. Певца. Певца, конечно, опять же, в кавычках. Вот. У меня два главных недостатка. Красота и скромность. Вот. Значит, для меня, по ощущениям, тяжелее петь, допустим, на ля-мажор. Те, которые я вот, вот эти вот под до-мажор написал. И, соответственно, а, соответственно, те, которые в ля-мажоре поют, в до-мажоре не получится. Тоже, еще даже хуже, кстати. Вот, смотрите. Я сейчас, давайте начнем, покажем на просвистела. Дэ-дэ. Так, опять. Долго не играл, не готовился. Попробую. Песня. 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 Вот Попрошу Сильно не обращать внимание Если где-то что-то я Сбрешу, так сказать Вокалом Стараюсь как могу, люблю петь Пою и буду петь Как говорится, голос противный, но 500 рублей да зарезу А теперь смотрите Просвистела Просвистела Та же самая песня В тональности до мажор Я даже не то, что не смогу В общем, она не пойдет никак Либо нужно на октавы скакать Ниже, выше Просвистела Просвистела Реона Солечит твоя Реон Та скопились по заре У него бежит Там нечемお тебе Мертва Песе Та верно Тебя О Вот тут уже сильно высоко А может быть на октаву ниже спустим Видите, я, как говорится, в этом Сразу в прямом эфире Экспериментирую Короче, все Не то, не туда-не туда Туда выше, высоко слишком на припеве А на октаву Не низко получается Ну вот, надеюсь, доступно объяснил Две гармошки И вы решаете проблемы С покрытием всех песен Потому что, вот я, допустим, играл на одной гармошке Долгое время там народные Такое, народные, блатные, хороводные Ну все вроде заходило Потом бах, проскакивает песня Которую тоже хочется сыграть спеть А она в этой тональности Ну как бы не получается Приходится от нее отказываться Ну вот, решение проблемы вот такое Ну а почему так? Ну гармонь у нас Нет, есть в гармонии вторая тональность Но она не такая Не совсем Вот, допустим Если до мажорная гармонь Вот она у нас до, да? То вторая тональность у нее Вот здесь, если смещаемся Тут, во-первых, сложность Не каждый сможет на правой клавиатуре Это дело тоже освоить Хотя неплохо, неплохо Это как для разнообразия Я знаю людей, которые играют Так Но единицы Единицы Это я просто расскажу Для общего развития То есть здесь у нас получается Тональность Какая? Соответственно, соль мажор Да, да, соль мажор То есть до мажор и соль мажор Касик, 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 каса Крепке девке на вонче Касик, 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 касик Касик, касик, касик Крепке жарче сердца пламя Пламя ярче, касаску Пламя ярче, касаску Час поет Титки хора Одно-другой громче Да, получается так Получается, что это гармонь Но тут проблема На мажорах все сходится А вот на минорах не сходится Потому что Тоника минорная должна быть минор А у нас здесь ми сеп По-моему Сеп, либо ми мажор, либо сеп Вот, так что Тут уже не сходится Вот, смотрите Ну, в принципе Можно басом обыгрывать Ладно, это уже тоже Другая история Совсем Совсем другая история Могу еще просто для Что у нас там по видео По О, 25 минут уже Наговорил Ну, в общем-то В принципе Тему раскрыл Кому Давайте небославян Еще для эксперимента Вот, допустим Небославян На ля мажоре Легко А теперь На этой На до мажоре На дне На дне Сеп, либо На дне Розные сыплают Гарбей Но над земля Тихо льется Покой На юной Сперей На валют Суды Субтитры создавал DimaTorzok Ну, я вам скажу так, может быть это звучит сносно, возможно, я надеюсь, но на грани фола, так скажем, то есть еще немножко и сорвется. Так что, вот такая тема. Кто согласен, ставьте лайкосы, так сказать. Кто не согласен, давайте подискутируем, пообщаемся в комментариях, напишите свое мнение, либо просто благодарность. Все, всем пока, удачи. Удачи в творчестве и во всем остальном. Пока. Субтитры создал DimaTorzok